всем привет меня зовут виталий строкачев я создаю вот таких персонажей из пластилина приходи на наши мастер-классы смотри ролики и самое главное практикуйся и у тебя тоже получится привет сегодня мы продолжаем серию уроков по лепки из пластилина наш сегодняшний персонаж из вселенной brawl stars это ли он я накидал эскиз то есть просто приложил листочек к монитору и обвел можно также распечатать на принтере если из под рукой это тоже будет очень удобно и первое с чего мы начинаем это каркас чтобы мне удобно было делать каркас я прямо на персонажа другим цветом обозначаю как он у меня пойдет через все тело голову единственное что я учитываю это толщину подставки на которой у нас будет крепиться фигурка то есть я добавляю сантиметр и делаю вот такие петельки на конце скоро вы увидите для чего далее нам понадобится такая проволока для каркаса чем жестче проволока тем жестче каркас устойчивее фигурка но тем сложнее ее гнуть соответственно подбирайте под свои силы потому что для данной фигурки она у нас будет меньше 10 сантиметров сгодится даже простая такая проволока которая очень легко гнется делаем такую петельку и начинаем повторять каркас который мы нарисовали красным карандашом я прямо гну проволоку по линии которую нарисовал главное когда рисуете линию каркаса не выходить за рамки самого персонажа лишние обрезаем и на конце точно также делаем еще одну петельку прикладываю еще раз все это дело выравниваю супер точность нам здесь не важно но учтите чтобы проволока не выходила за рамки самого персонажа иначе потом она будет торчать из пластилина где-нибудь так и теперь что мы делаем мы просто вот эти петельки загибаем под 90 градусов и у нас получается такие ножки устойчивые далее сама подставка это может быть фанерка кусок дсп деревяшки все что угодно но если ничего под рукой не сойдет обычный картон на самом деле он всегда есть из любой коробки рисуем кружочек можно сделать циркулем можно сделать чем-то круглым например стаканчиком без разницы и далее вырезаем вот такой кружок у нас получился вот так у нас будет расположена фигурка в моем случае высота самой фигурки у нас 10 сантиметров я рисую ее в размер для того чтобы мне удобно было сверять все размеры мы берем пластилин скульптурный твердый это позволит сделать нам устойчивую фигурку и дорабатывать детали для того чтобы нам было удобно с ним работать я его сначала подготавливаю нарезаю вот на такие тонкие пластинки чтобы мне удобно было использовать его потому что оторвать кусочек от целого очень сложно достаточно вот и разогревать очень удобно взяли пластинку в руку подержали пару секунд все она уже теплая пластилином можно очень удобно работать вот ну соответственно нарезаю весь кусочек на такую фигурку нам достаточно будет пол килограмма если пластилин холодный он достаточно твердый соответственно перед нарезкой можно бросить его в кастрюлю и налить горячей воды из-под крана и подождать пару минут тогда он нагреется и станет очень мягким его будет легче нарезать самое главное соблюдать технику безопасности и не подставляйте пальцы под нож на самом деле я использую тупой столовый нож вот эта кромка у него не острая поэтому им невозможно порезаться ну пока что нам хватит берем нашу площадочку и каркас отрываем небольшой кусочек пластилина хорошенько разогреваем его в руках достаточно несколько секунд просто его память и прикрепляем наши ножки после того как я предварительно их закрепил я сверяю расстояние по рисунку который я нарисовал чтобы расстояние между ног было такое же и слежу за тем чтобы фигурка оказалась по центру подставочки чтобы в будущем когда мы и слепим она смотрелась красиво я начинаю добавлять пластилина жестко прикрепляем проволоку к нашей картонке далее можно уже накидать прямо большими кусками добавить объема мы помним что мы договорились что у нас подставочка будет сантиметр толщиной соответственно накидываем большими кусками пластилин до этой толщины обратите внимание что я не стараюсь его как-то пригладить сразу просто накидываю кусками как есть здесь главная скорость потом мы это все конечно же разгладим аккуратненько сейчас не будем тратить на это время пластилин приглаживаем вот такими движениями то есть не против роста ногтя до чтобы у нас ног от не отрывался а вот таким образом в принципе нужный объемчик мы накидали можно теперь перейти к персонажу облепливаем наш каркас делаем такие ножки цилиндрики просто можем ту же пластину пластилина обмотать вокруг ножки и у нас сразу получается такой цилиндрик ровный смотрим примерно толщину которая должна получиться и примерно на нее и ориентируемся сразу далее я прямо на своем эскизе замеряю высоту ног у меня два с половиной сантиметра и затем могу прямо этой же линейкой поставить метку нарисовали линию отсюда начнется наше тело и точно так же берем кусок пластинки и обматываем вокруг проволоки вот так сплющиваем у нас получается быстро накидывается объемчик добавляем сверху еще и немножко разглаживаем обратите внимание что у нас здесь у персонажа капюшон при этом шея очень тонкая поэтому я предлагаю сначала слепить голову на тонкой шеи а затем отдельно надеть капюшон соответственно я смотрю расстояние до головы чуть меньше шести сантиметров точно также линеечкой могу пометить опять же той же линеечкой можно немножко подрезать пластилин то есть вот здесь у меня по идее должна быть тонкая шея у меня здесь немножко каркас толще я его прямо здесь приминаю делаю максимально тонким чтобы сам металл не торчал из пластилина и далее делаю шею точно также проверяем ширину тела у меня получилось шире я прямо этой линейкой могу подрезать боков и теперь мы слепим с вами голову здесь такой нюанс у нас получается голова в капюшоне мы ее полностью не видим но можно ее примерно дорисовать чтобы представлять какого она будет размера я на своем эскизе это делаю и дальше леплю шарик как раз который будет соответствовать этому размеру очень легко проверить просто прикладываем смотрим строго вертикально вниз если у нас получается он маленький просто добавляем кусок пластилина до тех пор пока размер нас не устроит хочу еще раз обратить внимание что эскиз у нас должен быть как минимум с двух сторон должен быть вид спереди и вид сбоку это очень сильно упростит нам лепку потому что мы будем считывать все пропорции так все голова у нас нужного размера надеваем ее на шею и еще раз проверяем общую высоту до верха головы если нужно я ее чуть-чуть обратно поднимаю и фиксирую шею все все соответствует размерам на этом этапе вот такая основа у нас получилось сейчас я предлагаю привести в порядок площадочку вот так пальцем разглаживаю по торцу а затем сверху и у нас вот этот край получается прямоугольным можно еще вот так двумя пальцами сжимать его на границе таким образом получается ровный угол если нужно тут же добавляем пластилин все теперь фигурка у нас будет стоять очень устойчиво несмотря на то что мы использовали очень тонкую проволоку персонаж очень хорошо держится когда пластилин подстынет он станет еще твердее и будет еще жестче и устойчивый обратите внимание у меня здесь расположен телефон с картинкой персонажей это позволяет мне сделать персонажа похожим сейчас у нас получается пролеплен вид спереди теперь мы будем добавлять объем чека глядя на вид сбоку добавлю здесь объем чека на животик правую руку персонаж держит в карманчике сразу это же и накидываем добавляем сзади объем чека сейчас мы делаем руки я пока не занимаюсь мелкими деталями например я не люблю пальцы те же потому что мелкие детали мы уже будем делать самом конце сейчас покажу вариант как можно сделать капюшон мы просто берем одну из пластин и накидываем сверху прям как одежду я его не разглаживаю сильно не стараюсь сделать супер идеально пока просто стараюсь добавить объема на виде сбоку видно насколько у него капюшон очень объемный поэтому не боимся тоже добавляем побольше объема и лишний раз можем линеечкой снова сверить мы не допускаем того чтобы он полностью прилегал к голове мы оставляем здесь пространство за счет этого получается мы видим что капюшоном как отдельный элемент одежды и на лицо от капюшона будет как раз бросаться такая тень спереди тоже у нас получается мы видим часть капюшона обращаем внимание что мы также видим шею персонажа то есть капюшон полностью не скрывает голову и шею голову скрывает сверху большей частью и вот такими движениями я получается сглаживаю пластилин прикрепляя его к основному куску на виде сбоку я наблюдаю как меняется форма капюшона то есть я стараюсь сейчас повторить вот этот изгиб то есть спереди основная масса у нас уходит назад добавим немножко объем чека для курточки на этом этапе я бы уже проверил еще раз общую высоту персонажа ширину сразу если нужно корректирую таким образом у нас получается по общим объемом персонаж похож на оригинал если персонаж немножко заваливается ничего страшного можно его снова обратно выгнуть пока что на это не обращаем внимание лепим как нам удобно нагибаем его как удобно чтобы добраться до нужных мест самом конце мы поставим его как нужно и потом уже когда пластилин затвердеет он уже будет стоять устойчиво у нас так в принципе у нас большие массы пролеплены на этом этапе мы сейчас начнем с вами детализировать и пролепливать более мелкие вещи можно сейчас сделать ступни я просто грею вот такой кусочек пластилина и прилепляю спереди ноги и немножко приглаживаю к ноге получается и к самой подставочке и вторую ступню таким же образом дальше можно слепить кармашек на кофте в которой он прячет руку пролепливаю его отдельно это просто прямоугольник пластилина могу прямо по эскизу проверить его размер лишний убрал снова померил все размер подходит смотрим примерно как он расположен и прикрепляем далее обращаем внимание что у нас персонаж в шортиках перед тем как сделать шорты вот здесь я уже наверное начну использовать стек вот этот стек называется петелька потому что на конце у него как раз петелька и вот такими легкими движениями я начинаю убирать тонкий слой пластилина и параллельно слежу за формой я хочу сделать ножку более круглой и ровной и чтобы сделать шортики я делаю очень очень тоненькую такую пластинку по высоте как раз штанины у шорт и обволакиваю вокруг ноги то есть мы накинули штанишку и кверху ее подмазали пальцем а снизу оставили границу четкую чтобы это читалось как отдельный элемент одежды вот и вторую делаем точно так же убираю лишнее если мне что-то здесь мешает точно также кверху размазываем и теперь это выглядит у нас как шортики и мы сделаем с вами хвостик хвост вот это у нас деталь которая выходит за границы персонажа она тоненькая достаточно еще и закрученная для такой детали я рекомендую сделать отдельно каркас мы просто берем ту же проволоку скручиваем ее стараемся повторить форму хвоста отрезаем лишнее и можем просто вставить его в нашу фигурку прямо в курточку чтобы он пожестче зафиксировался и еще я его под поджимаю немножко все и теперь вот сюда я налеплю хвостик и он будет держаться хорошо все что я сейчас делаю просто облепляю проволоку со всех сторон вот все отлично держится когда пластилин еще подстынет будет еще жестче на этом этапе мы закончили работать со всеми крупными формами и теперь переходим к деталировке и разглаживанию персонажа для этого снова берем наш стек и легкими движениями уже начинаем проходить по всему персонажу убирая лишнее стеки бывают разной формы и разного размера потому что в некоторых случаях удобней где-то подлезть круглым стеком где-то треугольным замечательно если у вас есть целый набор потому что у вас появляется больше возможностей но если у вас всего лишь один стек то в принципе вы можете все те же операции тоже выполнить здесь дело просто в удобстве у нас уходит все трещинки из пластилина где-то если остались ямочки мы снова берем пластилин подмазываем попеременно удаляя и добавляя пластилин то есть в этом заключается весь процесс лепки персонаж это достаточно сложный хоть он и выглядит просто очень сложно у него формы не пугайтесь если у вас не получается сразу таким образом мы пробегаемся полностью по всему персонажу можем точно так же этим стеком подровнять нашу подставочку всегда полезно взять персонажей посмотреть на него со стороны подальше так вы посмотрите на него свежим взглядом увидите свои ошибки можно будет сразу их скорректировать немножко уделим внимание хвостику добьемся нужной формы и посильнее подожмем пластилин у основания чтобы он еще сильнее зафиксировался на костюме сейчас осталось нарисовать лишь нам улыбку и для этого я уже буду использовать вот такой стек у него один конец остренький другой плоский этот стек тоже можно купить отдельно в магазине художественных товаров такой стек уже позволяет дорабатывать какие-то детали в труднодоступных местах обращаем внимание что подбородок немножко остренький поэтому можно добавить сюда пластилина на данном этапе я часто смотрю на картинку с персонажем и стараюсь повторить так все форма головы меня устраивает теперь я нарисую улыбку можно ее просто нарисовать аккуратно а можно поскольку мы работаем в объеме сделать объемный но это будет немножко посложнее убираем пластилин изо рта и аккуратненько все это заравниваем при такой широкой улыбке у нас видны верхние зубы поскольку у нас очень маленькая мы лепим очень маленькую такую колбаску и будем использовать ее в качестве зубов как раз с помощью этого стека я туда аккуратно их вставлю и очень аккуратненько все разглаживаю на самом деле несмотря на то что лицо у нас достаточно простое то есть можно сделать всего лишь улыбку но на практике это не так просто поэтому не бойтесь что это не с первого раза получается просто аккуратненько аккуратненько делаем так переходим к деталировке хочу сделать капюшон немножко объемнее с боков соответственно разогреваю посильнее кусочек пластилина и добавляю его а кончик наоборот хочу немножко заострить соответственно лишний пластилин убираю так и теперь добавим детали на капюшон здесь у нас получается две такие пуговки глазки соответственно я леплю такой блинчик проверяю его по размеру тут же леплю второй чтобы мне сразу их можно было сравнить по размеру чтобы они были одинаковые и примеряю то есть пока что не прикрепляю еще положение когда положение устраивает немножко их поджимаю просто и все этого достаточно чтобы пуговки у нас уже держались обратим внимание что у них форма такая немножко посложнее поэтому я сейчас постараюсь это повторить для начала сделаю просто вот такую каемочку а затем когда мы разгладим мы уже добьемся необходимой формы и со второй стороны точно так же теперь можно пальцем можно стеком сгладить границы пуговки здесь можно стеком чуть-чуть выбрать и снова подгладить и у нас получается такая объемненькая пуговка получились немножко сильно толстые поэтому я просто стеком убираю лишнее довожу до нужного размера и внутри мы сейчас покажем швы вот так вот просто и с этой стороны дальше переходим к более мелким деталям здесь у нас собачка от замка можно ее слепить отдельно на подставочке придать ей сначала нужную форму а уже затем прикрепить к фигуре вот таким образом теперь самое время слепить руку для этого можно слепить вот такую небольшую ладошку и в качестве пальцев вот такие маленькие колбаски из пластилина заготавливаем и теперь прикрепляем пальцы поскольку это левая рука у нас можно посмотреть на свою руку как расположены пальцы и прямо так же сделать я ее примеряю в руке он держит чупа-чупс чтобы чупа-чупс у нас держался можно тоже вставить его в тоненькую проволочку и облепить проволочку тонким слоем пластилина и теперь вставляем в руку подгибаем пальчики у нас получается кулачок все у нас получается готова рука с чупа-чупсом теперь чтобы ее прикрепить я делаю вот такой кусочек пластилина очень сильно его разогреваю и приклеиваю сразу к рукаву и стеком подмазываю чтобы у нас пластилин получается сцепился задаю руке нужное положение по сути персонаж у нас слеплен теперь нам осталось его разгладить сделать аккуратным соответственно я использую как раз свой стек и начинаю проходить его полностью сверху до низу устраняя все дефекты заглаживая морщинки разгладим наши пуговки использую другой стек тоже пластилин у нас уже стал более твердым то есть я никогда не работаю стеком когда только что что-то прилепил потому что пластилин еще горячий можно переключиться на что-то другое потому что когда пластилин горячий стек в нем вязнет и очень сложно что-то делать вот такой персонаж у нас получился после шлифовки то есть мы сгладили всю поверхность добавили деталек то есть здесь уже на ваше усмотрение смотрите другие видео на нашем канале меня зовут Виталий Строхачев до новых встреч